Чтобы выжить на одну пенсию, нужно мыслить как пенсионер. Уже в пятый раз Светбанк проводит эксперимент. Двое молодых людей на две недели переселились к сеньорам, чтобы на себе испытать, каково это жить на одно пособие, особенно если в течение жизни не делал дополнительных накоплений. Это последний вечер, когда Кристос будет пить чай на этой кухне. Молодой человек хозяйничает у пенсионерки дзыдры. Последние две недели они провели вместе. Это эксперимент, чтобы понять, каково это жить на пенсию. «В первый вечер приезжаешь домой с работы, когда официальное открытие проекта уже завершилось, и вот начинается настоящая жизнь. Две недели. Зашел внутрь, везде темно, включил свет, и надо начинать искать, где и что находится, а есть-то хочется». Первый вечер в чужой квартире был самым сложным, говорит Кристос, а потом началась не менее легкая жизнь на чужую пенсию. 110 евро на две недели. Без коммунальных – на еду, медикаменты и развлечения. «Получается, что у тебя есть чуть более 7 евро в день. И есть какие-то дни, когда нужно сэкономить, чтобы потом потратить больше. Например, при закупке продуктов на неделю. Ещё одна вещь, которую я заметил – надо ходить в магазин со списком и не на голодный желудок». По словам Кристос, во время эксперимента ему удавалось закупаться в магазине на сумму в два – в два с половиной раза меньше, чем обычно. К тому же, так никогда не забудешь, что именно нужно купить. Из-за экономии пришлось отказаться от передвижения на машине и занятий плаванием. Но то, что для Кристоса было в новинку, для дзыдры – обыденность. «Надо смотреть, где акции, какие-то скидочки на молочную продукцию, на сыр, на, может быть, какие-то мясные изделия. Так как эта сумма правильного рассчитать на неделю – это очень-очень сложно». Еще одна большая часть затрат – медикаменты. А вот на развлечения денег особо не остается. Несмотря на это, дзыдра все же старается раз в две недели посетить бассейн для поднятия духа и поддержания спортивной формы. Одно занятие обходится ей в 7 евро. «А то кости старые, хочется их немного подбодрить, чтобы такое полегче стало. А то мы уже в этом возрасте становимся такие, не хочется никуда идти, а сегодня не пойду, мне сегодня лень. Но когда ты знаешь, что у тебя есть какое-то занятие, тогда ты уже идешь и знаешь, что тебе надо быть там». Кроме ежедневных трат, у участников эксперимента было задание – подготовить друг для друга сюрприз. «На те 55 евро в неделю, которые у меня были, я даже не могу сводить дзыдру в кино, потому что билеты и попкорн вместе обходятся в 20-25 евро. Это же половина моего бюджета». Кристос уже подсчитал – в конце эксперимента у него должно остаться около трех евро. И молодой человек говорит… «Выжить можно, но именно выжить». Анастасия Дьякнова, Лаева Раухваргера, Ивар Жипицкий, Латвийское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова